Итак, следующий аспект, следующий ключ и следующий коэффициент в этой новой науке эзотерической психологии называется фокус души. Вообще эта наука не новая, она как раз древняя, но она просто начинает сейчас, нам позволяют её вынимать из древности и использовать в современной психологии, в академической элементы. Если вам удастся, я просто знаю, что среди вас есть профессиональные психологи и врачи, поэтому я вам очень рекомендую пользоваться такой диагностикой, которую я сейчас даю. Очень она во многом помогает человеку определить свои задачи. Итак, фокус души, что это такое? Это фокус интересов человека, куда его тянет. И связано это с тем, что наш солнечный ангел, который живёт всегда в другом измерении, и у него глаза всегда направлены на Бога. И он всегда знает план Бога. По крайней мере, на себя точно, на свою монаду, которую он обслуживает, на свою искру Божью. План у неё, чтобы искра Божья набралась много опыта и вернулась обратно к Богу. Вот такой план. Но более конкретно, вот рассчитывает все эти мероприятия наша душа. И поэтому она этот план тоже закладывает в тот момент, когда она делает себе проводники. Вот этот план, он фигурирует в виде фокуса. Это такой лучик или прожектор, который выпускает постоянно наша душа, и она его направляет на другое тело. Не на то тело, в котором была поляризация, а на другое тело. В соответствии с планом у этого человека. Потому что план душа выставляет до зачатия. И план должен быть исполнен для этого человека к моменту смерти. План этот буквально записан светом на одном из проводников, на одном из вот этих тел. И этот план выглядит, ну, конечно, он не словами записан. Он записан энергией, энергоинформацией. Таким способом, который позволяет притягивать внимание и жизненные силы человека к определенной зоне. И выглядит для человека это как сильное-сильное притяжение к какой-то области, в которой он хочет творить. И в которой он ждет обратной связи от общества, благодарности от общества. Часто он хочет и денег от общества, считает, что обязано общество ему дать. И то, где он с удовольствием готов делиться, и часто безвозмездно, потому что он испытывает наслаждение от того, что он этим занимается. Это такая зона жизни, куда ему указывает его очередное тело-проводник. И это та зона, которая приносит энергию. Если поляризация отнимала энергии, то это приносит. Это награда. А это награда. Это вот выглядит так, как будто вот человек, например, из-за своей поляризации, он вынужден, вот утром просыпается, он вынужден знать, что ему сегодня надо сделать массу неприятных обязательств. Но деться некуда. И вот он встает и делает. Ну, например, мужчина встает, но не хочется ему идти там, скажем, в офис. Да, ну надо деньги зарабатывать. Он встает и без удовольствия туда идет. Отсиживает там тяжело, и к вечеру возвращается домой выжатый, как лимон. Вот это признак, выжатый, как лимон. Это то, что поляризация у него находится в том теле, которое связано с этим и офисом, и с этим родом деятельности. Например, он в офисе сидит. Ну, что он может делать? Ну, например, с компьютером он должен сидеть, что-то считать. И вот у него это вытягивает энергию. Все. Он пришел выжатый, как лимон. Но отдохнул чуть-чуть. И когда отдохнул, у него появляется такая мысль. Вот если бы не этот противный офис, и если бы не было необходимости зарабатывать, вот я бы тогда вот это бы делал. И у него возникает мечта, что он бы тогда, ну, например, бы, не знаю, поехал бы, например, на поле и косил бы траву. И он бы кайфовал от этого. И вот эта мысль у него и образ, это идет от фокуса души. То есть он, если все бросит и в субботу туда поедет, косить эту траву, то он наберет энергию. А будет использовать другое его тело, ну, например, физическое тело, где у него фокус. Или там, скажем, из-за контактов с травой у него может быть вполне и ментальная фокусировка. Там нужно просто детально смотреть, почему его эта область привлекает и в каком из проводников она находится. Значит, каждый из нас имеет две зоны. Одна зона в жизни, которая забирает энергию, а другая, которая дает энергию. И мы их должны очень четко и разумно отслеживать. Это относится к нашим...